Александра Маринина. Пружина для мышеловки. Роман. Москва. Эксмо. 2005 год. Глава первая. Глаза консула смотрели на Мусатова с нехорошим прищуром. Вы дважды меняли фамилию. Но я все указал в анкете. При рождении меня записали на фамилию отца. Родители развелись, когда мне было полтора года, мать взяла девичью фамилию и ее же дала и мне. Потом, когда мне было девять лет, мать вторично вышла замуж. Ее муж усыновил меня и дал мне свое отчество и фамилию. Это я понял. Но мне нужны подтверждающие документы, в частности, свидетельства о расторжении брака и документы о вашем усыновлении и смене фамилии в связи с этим. Кстати, а где сейчас ваш родной отец? Понятия не имею, пожал плечами Мусатов. Родители развелись почти тридцать лет назад. Как я могу знать? Это надо знать, назидательно произнес консул. Мусатов начал терять терпение. Конечно, его предупреждали, что американское посольство дает визы крайне неохотно, особенно если виза не туристическая на пару недель с заказанными и оплаченными отелями и обратным билетом, а деловая на пять месяцев. Ох, не хотят они русского бизнеса в своей процветающей стране. И в каждом человеке, въезжающем в США из России, видят потенциального эмигранта, которому до спазмов в горле захочется остаться в США на веки вечные, и который тут же придумает себе или жену-американку, или близкого родственника, уже проживающего в стране. У Мусатова и без того положение не очень крепкое, он ведь не женат, следовательно, консул может подозревать его в нехорошем намерении за пять месяцев пребывания в стране найти себе невесту. «Надо знать, где находится ваш отец и чем он занимается», — повторил консул. «А если его нет в живых, тогда принесите свидетельство о смерти. Для вас это будет лучше». «Да уж, конечно. В этом случае американцы будут уверены, что отец не проживает в Штатах и не ждет родного сыночка с распростертыми объятиями. Господи, вот морока-то!» Андрей вышел из здания посольства и не спеша побрел к станции баррикадная, рядом с которой так удачно припарковал машину. «Надо же, ведь еще радовался дурак. Подумал, что если повезло с парковкой, то и все остальное сложится хорошо. А не тут-то было». Он сел в машину, но двигатель заводить не стал, вынул из кармана телефон и позвонил матери в Питер. «Ну что, Андрюша?» — быстро, с напористой тревогой в голосе спросила мать. «Приняли документы на визу?» «Нет. Мам, им нужны сведения об отце. Где он, что он, как он и так далее». «О, Господи!» — выдохнула она. «Вот так я и знала, что к концу этому не будет. Прости меня, сынок, если бы я только знала, что из-за этого возникнет столько проблем. Мама, перестань!» — ласково сказал Андрей. «Ты же хотела как лучше, я все понимаю. Надо его найти и решить проблему. Ты говорила, он родом откуда-то из Курской области, да? Ну да, у меня есть только адрес его родителей. Мы туда даже ездили, когда ты родился. Но после 76-го года я этим адресом не пользовалась. Написала им только, что брак расторгнут и все. Больше ничего не знаю. Может, они переехали, да не один раз. Как их теперь найдешь?» «Да найти-то не вопрос. Были бы деньги». «Ладно, будем надеяться, что они знают, где сейчас их сын. Адрес помнишь?» «Что-то, Андрюша, конечно, нет. Надо в бумагах порыться, найти старую записную книжку. Хорошо, мамуля, как найдешь, сразу позвони, ладно? И я сразу же поеду. До стажировки еще два месяца. Я все успею». До 17 лет Андрей Мусатов был уверен, что рожден матерью-одиночкой, потому и фамилия у него сначала была мамина Кожухов. На все детские вопросы «А где мой папа?» мать добросовестно отвечала, что его нет. Она не придумывала небылиц, пропогибших летчиков-испытателей или офицеров, тайно исполнявших интернациональный долг где-то в далекой загранице. Она просто говорила, что поссорилась с Андрюшиным папой и рассталась с ним до того, как они успели пожениться, но уже после того, как успели зачать ребенка. Никаких комплексов по этому поводу у мальчика не сформировалось. В его классе почти третий ребят росла в неполных семьях. В школу он пошел в 81-м, когда слова «мать-одиночка» уже не казались страшными и оскорбительными, а уж на Андрюшу Кожухова никому бы и в голову не пришло смотреть косо. Его мать была в этой же школе учительницей английского языка и литературы, а когда он перешел в девятый класс, стала завучем. В языковых спецшколах было два завуча, один из которых отвечал за весь цикл преподавания иностранного языка, и Ксению Георгиевну Мусатову, ко времени назначения на руководящую должность она уже несколько лет пребывала в счастливом браке и при новой фамилии, так и называли «английский завуч». А брак у Ксении Георгиевны был действительно счастливым. Константин Мусатов оказался для Андрюши превосходным отцом, сумел не вызвать в мальчике ревности и построить с приемным сыном настоящую мужскую дружбу. Однажды двенадцатилетний Андрюша даже сказал матери «Хорошо, что ты вовремя поссорилась с моим отцом. Если бы вы успели пожениться, я бы с Костей не познакомился». Как ни странно, но, несмотря на всю эту дружбу и взаимную любовь, мальчик так и не стал называть Константина папой, хотя и был им официально усыновлен. Мать нервничала и переживала, а ее муж относился к ситуации философски. «Просто ребенку нужен не столько отец, сколько взрослый друг», — успокаивал он жену. «Пусть называет меня Костей, если ему так нравится. Тем более я точно знаю, что за глаза в кругу ребят он говорит про меня «мой папа». Катастрофа обрушилась на них в девяносто первом году, когда умерла старенькая бабушка Константина в квартире, которой он был прописан. Появилась возможность улучшить жилищные условия, родители активно занялись поисками обменных вариантов и уже через три месяца семья Мусатовых собралась переезжать в новую, более просторную и удобную квартиру. Семнадцатилетний Андрей активно помогал собирать и упаковывать вещи. Мать с Костей в свободное от работы время носились по магазинам в поисках мебели и всяческих необходимых в новом жилище мелочей. И так уж получилось, что Андрей самостоятельно набрел на ветхую папку с завязками, в которой между мамиными институтскими грамотами за успехи в учебе и работе студенческого научного кружка обнаружилось свидетельство о разводе Ксении Георгиевны Личко с Олегом Петровичем Личко. После расторжения брака гражданке Личко присваивалась фамилия Кожухова. И случилось это в августе семьдесят шестого, когда Андрюше было уже целых полтора года. Значит, мама была замужем официально. Почему она это скрывала? Что в этом стыдного? Более того, свидетельство о разводе было выдано одним из московских ЗАГСов. Значит, в то время они жили в Москве. Получается, они не все время жили в Ленинграде. Выходит, Андрей по рождению москвич по фамилии Личко, а вовсе не ленинградец по фамилии Кожухов. Или как? Вечером мама рыдала, пила сердечные капли. Костя метался вокруг нее, то и дело щупал пульс и порвался вызвать неотложку, а Андрей сидел надутый, не понимая, что вообще происходит в их семье и почему из-за такой ерунды надо разводить целую трагедию.